дорогие наши подписчики приветствуем вас на нашем новом занятии уже у нас четвертое занятие я анна и ваша приветствуем вас на канале я и ты рукодельницы сегодня мы с вами будем закрывать петельки в конце ряда изучим с вами два способа первый способ классический а второй как удобнее вам будет назвать его он просто удобный значит первый способ подожди я не могу остановиться ждем машу и не забывайте в конце нашего видео обязательно оставлять ваши комментарии обязательно оставлять ваши пожелания и нравится вам не нравится может что-то рассмотреть подробнее что-то объяснить лучше или где-то оставить дополнительное видео все замечательно начинаем классический способ закрытия петель значит вот мы с вами провязали какой-либо образец или какое-либо изделие и нам с вами нужно сейчас закрыть вот эти петельки не забывайте что мы обучаем вязанию с нуля они специалистов вязание именно с нуля мы учим вязать поэтому наши уроки рассчитаны на тех кто никогда не вязал и только сейчас начинает ему это интересно или ей это интересно и вы вместе с нами будете вязать и учиться и значит с чего начинаем значит классический способ вязания петли закрываются по рисунку в данном случае мы вязали сейчас обычной платочной вязкой соответственно у нас в ряду сейчас пойдут только лицевые петельки изнаночных петель у нас нет поэтому мы закрываем лицевыми петельками первая петелька со следующей петелькой классический способ заключается в том что мы провязываем две петельки вместе лицевой провязали две петельки вместе лицевой провязали петельку сняли вот так вот так все дальше ниточку вот так да через две петельки просовываем ее через две петельки все вот молодец все две петельки сняли со спицы теперь вот эту петельку которую сняли мы обратно одели ее на левую спицу и теперь две эти петельки снова провязали вместе лицевой это кстати не классический способ если что то есть я набрала и более сложно усложнила вариант ну кстати ничего так да он на самом деле очень хороший и понятный да теперь вот эту петельку где мы провязали две петельки обратно одеваем на спицу и снова две петельки вместе лицевой да и снова две петельки вместе лицевой зачем это используется то есть если я закончила изделие до закончился например изделия и тебе надо закрыть петельки вот ты закрываешь петельки таким образом то есть ты вот так вот делаешь две петельки вместе провязала вот у тебя сняла теперь обратно на эту петельку и снова их две вместе провязала чего я вот так у меня долго получается нормально все хорошо если закрывать если я буду закрывать и прямо вот изделие это будет наверное неделя закручивать неделю закрывали год вязали неделю закрывали святоручек готов а пока вязала там уже и вроде бы там ребенку уже и вырос уже и копта мало надо распускать нужно снова распускать и снова вязать вот таким образом закрылись у нас петельки это ну один из простейших способов ну а чего вот мини шарф уже даже у меня вот мини шарф хороший способ закрыть я запомнила он доступный да да вполне очень легкий закрыла самое главное что я наконец-таки переварила информацию что такое лицевые петельки так значит сейчас набираю снова петельки я выбирала 16 петелек я снова их набираю чтобы связать еще один образец и показать вам уже теперь реально классический способ закрытия петель так а это никак не называется это просто один из способов закрытия петель но есть еще один секретик и об этом я отдельно выложу свое видео так набираем 16 петель подожди я еще не закрылась но ты потом на моих закроешься раз два три четыре пять все 16 предлагаю тебе не обрывать кончик так подожди если это возможно сейчас я нет невозможно тогда 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 просто это распустим вот я тебе образец оставлю сейчас набираем еще раз 16 петель это машинке останется подарок ну класс чтобы было чем я буду тренировать до обязательно между прочим я правда дома когда резиночку так вязала вот решила что то прям вот собираюсь и получается допубликательно раньше я понимаю что к ты ерунда получается еще и неохота тут вроде бы увижу результат первое там два ряда понятно вроде бы вижу вроде опять не точно ерунда ну ладно попробую а потом уже там после ряда пятого правда резиночка получается уже как то думаю ну значит реально люди говорят даже зайца можно научить потому что если я научилась набирать резиночку хотя бы даже можно научить ну в общем на самом деле держите с нами и вы научитесь вязать сами с нами все возможно мы получаются сегодня с вами проводим четвертое онлайн занятие и получается машенька у нас вяжет всего со мной четвертый раз 4 1 основной занимается и на сегодняшний день она уже уверенно набирать петельки она уже уверенно понимаешь такое лицевая изнаночная она не путает обычные петельки со скрещенными петельками и мы даже уже учимся закрывать петельки это прям вот ну а мы уже умеем вязать резинку один на один два на два чулочную вязку платочную вязку я уже просто мастер я столько всего умею то ли еще будет ой-ой-ой 16 все замечательно ой-ой-ой даже дальше да 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 сейчас вяжем просто лицевыми петельками у нас будет платочная газочка значит лицевой ряд лицевыми изнаночный ряд тоже лицевыми и потом будем заканчивать ты покажи мою работу домашнюю обязательно потому что мне кажется что получилось очень хорошо ну чтобы вот прям такой показатель мне собой резиночка понравилось я вообще согласна я когда увидела твой результат я была в восторге честно прям вот ну правда классно и самое интересное правда это затягивает вот прям вот вроде проваляться после работы там отдохнуть или посмотреть там что-то вроде бы взяла в руки особенно когда вот есть задача поставлена задача и вот эту задачу надо решить там сто раз распускала ну как бы тем не менее ну я так как бы вообще как говорится наркоман в кавычках то есть я то вообще я заман для заман да я заман я уже много связала а все нормально получилось ты просто одну последнюю петельку что-то не провязала просто сидеть без вязание я не могу поэтому я жду ученика и вяжу вяжу и вяжу классический способ закрытия мне кажется мы им уже закрывали но сделаем еще раз значит классический способ закрытия заключается в чем что мы вяжем по рисунку данном случае у нас только лицевые петельки поэтому мы мы с тобой уже так закрывали мы сейчас это было первый раз я там все в мы сейчас с тобой вяжем лицевые петельки значит мы вот эту петельку провязываем лицевой у нас вот на этой спице получились две петельки да нет ни две одну первую снимаем кромочная теперь провязываем лицевой получились две петельки не торопись вот теперь что мы делаем левая спица вот сюда входит вот в эту петельку которая крайне да получается вот я не вот так вот сделала а вот эту мы через эту просовываем все вот она осталась все в этом все дальше опять снова лицевой и все то же самое манипуляцию мы сюда повторяем раз и снова также понятно да 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 в крайнюю да в крайнюю получатся правую а в эту просовываем все правильно все но здесь на вкус и цвет товарища нет вообще есть очень много способов закрытия но о том какой использую способ я я не использую ни первый не второй у меня есть свой секретик но эти способы для закрытия очень хороши они выглядят красиво понятно косичка определенная вот косичка появляется и при связывании изделий например да если вы там хотите одно изделие привязать другому тут эта косичка кромочная очень хорошо видно да вот вы закрыли петельки все здесь появилась косичка но не забывайте что классический способ он всегда вяжется по рисунку то есть в данном случае у нас только лицевые петли а если бы у вас по рисунку были изнаночные петельки значит вы бы вязали изнаночными петельками и таким образом вот она провязана если бы изнаночными вязали я бы вообще сидела умудрила бы нет я думаю что нет нитки обвивала бы все мы довязали нитку закрываем что-то мне кажется что этот способ сложнее тут показался удобно ну я конечно твоего супер-пупер способа твой способом сложнее просто сейчас нет тех технических возможностей но он самый легкий на самом деле для закрытия моим способом нужен просто крючок ну и чуть позже я выложу об этом видео а так да вот вот она выглядит они видишь смотри если ты посмотришь технически не выглядит одинаково то есть вот два способа технически они были абсолютно одинаково что один что другой способ поэтому как бы смело можете закрывать петельки что первым способом что вторым способом классическим беда только знаешь какая мне кажется пока я осваивала 2 1 то я подробно но для этого мы всегда предоставляем полное описание закрытия способа их вы найдете на youtube канале в описании видео вот кроме того вы найдете их в контакте у нас есть сообщество я и ты рукодельницы там я всегда тоже выкладываю дублирую наше видео дублирую описание все всегда продублировано поэтому вы можете быть на youtube канале можете добавляться к нам в контакте сообщества и тоже наблюдать ставить лайки и контролировать как мы растем как мы развиваемся я буду думала мы занимали будем вязать какой-нибудь изделие обязательно я вот вообще думаю что чаще всего кстати именно на четвертом занятии все задают вопрос а когда мы уже что-то свяжем я уже умею набирать петли поэтому предлагаю предлагаю самое простое но для начала на следующем занятии я думаю что как анонс сейчас он как раз прозвучит я думаю что мы освоим вязание по кругу то есть мы с вами будем вязать на пяти спицах как вяжут носочки и крючки держу в общем это будет 4 спицы 555 рабочая вот мы с вами будем пробовать вязать на пяти спицах а потом уже сами как раз начнем следующие наши новые изделия это или носочки или рукавички но в зависимости от того что маша захочет связать маша ну или следочки на двух спицах что делать с петелькой ниточку протягиваем а в твоем случае ты можешь не думать об этом а так вот ниточку протягиваем вот мы должны были ее бы обрезать протянуть полностью нет мне просто вот все равно сам все же потом доделать оборвала ниточку обрезана да и просто протянула через эту петельку все на и закроется она затянута будет вот я вот здесь вот затянула петельки вот у машины просто распустим то здесь вот они затянуты вот два образца для маши останутся туда другой способ вот платочная вязочка то есть это когда лицевой ряд изнаночный ряд вяжется лицевыми петельками вот а закрыли мы двумя с вами способами научились видео маленькие маленькие в окошечко будут описание будет в общем оставайтесь на лежите с нами и вместе с нами вы научитесь связать сами